В лицо с зелёнкой за маёвку. Во многих украинских городах прошли первомайские акции. Спокойно и мирно было не везде. В Николаеве неизвестные напали на организатора марша под Краулив его у дома. Плеснули в лицо зелёнкой. В Житомире националисты устроили перебранку с участниками демонстрации, которые требовали от властей достойных зарплаты пенсии для украинцев. Как прошли манифестации в других городах, расскажут мои коллеги. В Харькове к памятнику независимости пришли полсотни человек. Сотрудники полиции и группы активистов предупреждают. Никакой коммунистической символики. Обеспользование тоталитарных этих всех листовочек и прочих, призыву о воссоединении Советского Союза, украинской, советской, социалистической, это категорически запрещено. Но участники акции тут же разворачивают красно-синий стяг. Ну, что вы разворачиваете? Вы что, не рабочие? Я сейчас... Вы что? Что вы кричите? Тамара, тамара, вы что? Спокойно. Сегодня день трудящий. Флаг убрали, как и значки с одежды. Вот линия. И так и законно. Линия. Вот это колени с наклоном. Как заборона науки законом Украины. Не забывайте значок. А для чего ты привезли сюда? Вот и тут. Вот и для медали. Оборона. Колонна под красными стягами начинает движение. На университетской горке ее поджидал активист с бутылкой кефира. Костя! Задержите его! Потому что это враг Украины. Я решил просто с импровизованно взять копыт кефира и его хотя бы блить, чтобы он просто не ходил. Не ходил тут. В Одессе у оперного театра собралось около 30 человек. Играл духовой оркестр, люди пели и танцевали. Вышли, потому что это прекрасный праздник. Праздник единения. И желаем всем-всем-всем этот день провести, чтобы было весело, чтобы любили друг друга. Участники пришли с транспарантами. Критикуют власть за растущие тарифы на коммунальные услуги, отсутствие фактически бесплатной медицины и образования. Говорят, что сейчас у нас безработица стало меньше. Да, стало меньше. Вы знаете почему? Потому что мы ели, уезжаем за границу, зарабатываем деньги. Провести акцию по запланированному сценарию не удалось. Помешали националисты. Во время перепалки одна из участниц акции ударила активиста флагштоком по голове. Пенсионерку задержали и отвезли в райотдел. Митинг после этого свернули. В Днепре лозунги «Мир, труд май» были слышны с самого утра. На первомайскую демонстрацию у одного из городских парков собралась молодежь. Сколько тебе лет? Тринадцать. Тринадцать? Да. За какие права трудничества ты сейчас разговариваешь? Не знаю. За спинами молодых людей старшее поколение. Раньше люди радовались этому празднику. Мы были счастливы. У нас было будущее. Это ностальгия о прошлом. Тем временем по главному проспекту Днепра идут бывшие сотрудники заводов, представители профсоюзов. Лозунги вовсе не праздничные. Забастовка! Забастовка! Мы требуем шестичасовой день и зарплату тысячу евро, ну потому что, ну в принципе, как у нас сейчас средняя зарплата, 5-6 тысяч, ну на эти деньги выжить и прокормить семью нельзя. Первомай в Запорожье отмечали около сотни пенсионеров. Традиционно собрались и с красными флагами у вечного огня. Обошлось без эксцессов. Вспоминать трудовые будни и читать стихи собственного сочинения никто не мешал. Еще не истерлось из памяти время, когда населяло страну наше племя, где не было столько высоких заборов и хитрых, с хитрой сиреной надежных заборов. После короткого митинга традиционные застолья. Здесь же, в парке, на лавочке. Собраться снова пообещали уже 9 мая. Светлана Шекера, Андрей Анастасов, Елена Миндалюк, Сергей Бордюжа. Подробности телеканал Интер.